В рамках заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде глава МИД КНР Ваны провел отдельные встречи со своими коллегами из России, Бразилии, ЮАР и других стран. Подробнее о содержании этих встреч в сюжете далее. Продолжение сотрудничества в различных областях. Так, нынешнюю стадию отношений Китая и России на встрече с Сергеем Лавровым охарактеризовал Ван И. По его словам, отношения развиваются на базе основных интересов обеих стран и в соответствии с мировыми тенденциями. Глава МИД КНР подчеркнул, что это сотрудничество не направлено против третьих сторон и не терпит внешнего вмешательства. По его словам, Китай готов оказать поддержку усилиям России в рамках ее председательства в БРИКС по отстаиванию позиций глобального юга и защите многосторонней системы международных отношений. В свою очередь, Лавров заверил, что Москва готова наращивать сотрудничество с Пекином и укреплять дипломатическую координацию на многосторонних площадках, таких как Совет безопасности ООН. На встрече с министром иностранных дел ЛАОСа Салемсаем Камаситом Ван И заявил, что с этого рода сотрудничество двух стран активизировалось, и объем двусторонней торговли продолжает расти. Стороны активно сотрудничают в рамках реализации проекта «Пояс и путь» и развития межрегиональных связей. Он выразил надежду на дальнейшее сближение двух стран. В свою очередь, Салемсай Камасит высоко оценил роль Китая в международных и региональных делах, а отметил, что в качестве председателя ОСИАН в этом году ЛАОС сделает все возможное для развития сотрудничества между этой организацией и Китаем. В ходе встречи с бразильским министром иностранных дел Мауро Виера Иван И напомнил, что в этом году отмечается 50 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами. Он подчеркнул стратегическую важность этих связей. В свою очередь, Виера отметил, что Бразилия ценит роль Китая в продвижении сотрудничества в рамках БРИКС и готова продолжать тесно взаимодействовать с КНР на многосторонних платформах, таких как ООН и G20. На встрече с главой МИД ЮАР на лиде Пандор Ван И отметил, что отношения между двумя странами продолжают активно развиваться. Он призвал стороны укреплять обмены на высоком уровне и поддерживать друг друга по ключевым вопросам. В свою очередь, Пандор заявила, что китайские компании продолжают играть важную роль в экономическом развитии ЮАР. По ее словам, ее страна придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем, в том числе в рамках Китайско-Африканского форума сотрудничества. Ван И также провел переговоры со своим эфиопским коллегой Тайе Ацке Селосия. По словам китайского дипломата, Эфиопия является влиятельной африканской страной, где расположена штаб-квартира Африканского союза. Мир и стабильность в этой стране имеют большое значение для всего региона. Селосия, в свою очередь, назвал Китай крупнейшим источником иностранных инвестиций для Эфиопии и самым крупным экспортным направлением. Одиссабеба готова перенимать опыт Пекина в области развития и содействовать дальнейшему развитию китайско-африканского сотрудничества. На встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багирикани, Ван И заверил, что Китай готов работать вместе с Ираном для развития сотрудничества и углубления координации в региональных и международных делах. Он добавил, что Китай продолжит содействовать налаживанию взаимопонимания между Ираном и Саудовской Аравией. Со своей стороны Али Багирикани заявил, что Иран привержен укреплению стратегических связей с Китаем, расширению сотрудничества в различных областях и достижению нового прогресса в отношениях. Ван Чжоу Ши, CG10